Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я надеюсь, вы уже посмотрели ролик со стерином де кампань, то есть стерином по-деревенски. Это был запеченный, с инжиром и фисташками. Сегодня я хочу приготовить тирин отварной. Рецепт совсем не сложный, но растянутый во времени. Итак, для него я взял язык говяжий, рульку свиную, ножки свиные, соль, тетритную, сахар, пряность, бекон вареный, копченый. Прочитайте, короче. На первом этапе все надо посолить мокрым способом. Рассол понадобится только, чтобы полностью покрыть все мясо. У меня это 2 литра. Соотношение воды к соли на литр воды 100 граммов нитритной соли и 15 граммов сахара. Вода должна быть холодная. Укладываю мясо в рассол. Солить надо по температуре плюс 2, плюс 5 градусов в холодильнике, короче. Время посола двое-трое суток. Чем крупнее вас куски, тем дольше солим. Оставайтесь с нами. Продолжаем разговор. Все сырье просолилось, я его только что промыл. И сейчас буду варить в двух водах. После первого закипания воду солью и залью свежую. Опять надо подождать, когда все закипит, и удалить пену. И вот теперь можно добавлять всякие всякости. В качестве всякости у меня сухое белое вино, черный перец, душистый перец, гвоздика, лавровый лист, кориандр, чеснок, сельдерей, морковь, лук, бекон и грибы. Это были сухие белые. Вот такие. Всю ночь в холодной воде замачивал. Время бекона придет позднее, а вот все остальное уже надо положить. Варить надо до готовности всех мясных продуктов, но шкура сварится гораздо раньше, часа через два, так что встречаемся через два часа. Постараюсь как можно аккуратнее снять шкурку. Так, ну а рулька пусть дальше варится. А все время варки можно составить часа три, а то три с половиной. Ну, сами сообразите. Вот теперь, когда все сварилось, надо ее остудить и разобрать. Ну, то есть кости удалить. А вот с языка под строю холодной воды уже сейчас можно снять шкурку. Сырье нарезать крупными кусками. А из языка брусков нарежу. Это для красивого рисунка на срезе готового тирина понадобится. Форму я закрыл пищевой пленкой. На дно положу шкурку, но сначала мне потребуется еще немного бульона. Процежу его. Теперь сюда чуть-чуть вина. Перц с черного горошком. Свежего чеснока. И свежей петрушки бланшировать. Буквально одну-две минуты в кипящей воде, чтобы хоть немного обеззаразить. Одну морковь я вынул из бульона через полчаса после начала варки, так что она не расползлась в хлам. Теперь шкура. Конечно же, было бы удобнее работать с одним здоровым пластом шкуры, например, снятым с грудинки. Но у меня под рукой такого не оказалось. Теперь сюда грибы и мясо с рульки. Сразу вспоминается анекдот. Я не сруль, я чебурашка. Грибы я предварительно отварил в том же самом бульоне, в котором варилось все это мясо. Где-то минут 20-30, наверное. Немного бульона. Брусок из языка хочу упаковать в бекон. И теперь язык. А с боков все, что получилось, с ножек нарезать. И опять немного бульона. И сверху опять мясо рульки. Вот так. Пленочкой закрыть и подпрессовать. И в таком виде убрать в холодильник. До завтра. И вот такую красоту и надо выставлять на стол. И есть. Вот этот уголочек отрежу. Мне нравится. Ну, по вкусу это мясо как из холодца. С легкими привкусами добавленных пряностей. Чесночный такой. С очень небольшим количеством желе. И вот это желе имеет легкий-легкий привкус вина. Причем это вино даже не ощущается как вот вино, а такая приятная кислинка что ли появляется. Ну, прям классно. И еще хочу сказать. Вот обратили внимание, вот это место в центре языка, вот здесь вот кусочки языка, серого цвета, не розовые. Это потому что я взял говяжий язык, он большого диаметра, и за трое суток нитритная соль не успела проникнуть в центр. Если брать свиные языки, они меньшего диаметра, то таких вот серых пятен там не будет. Это не то, что там испорченное или какое-то плохое мясо, нет, оно вкусное. Ну, вот для прям совсем красивого эффекта лучше, наверное, брать все-таки свиные языки, которых у нас, к сожалению, просто так в магазине возьмешь. Нужно заказывать. Я поленился почему-то. Короче, это классный такой способ заготовки. И на праздничный стол, и просто приготовить, если у вас большое количество субпродуктов сохранилось, где-то сварить такую штуку, спрессовать, и получить вот такую вот вещь. Это, наверное, можно сравнить с таким блюдом, я не знаю, вы знаете или нет названия, головизна. То есть свиную голову вываривают, тоже прессуют, получают вот такую штуку. Короче, это классно, это вкусно, и я рекомендую вам такое готовить. На этом позвольте с вами прощаться. Напоминаю, промокод Фреско, позвольте там сэкономить. Спасибо за компанию, и всем пока. И бекончик, бекончик вообще на месте. Слушайте, не сказал, вот сейчас дошел до грибов, до вот этих вот сухих белых, отваренных. Они, они обалденно к месту. Это настолько классная штука, настолько яркий вкус. Слушайте, без грибов не вздумайте готовить. Найдите сухих белых, отварите их, положите сюда, просто какая-то чума. Вот теперь пока. Субтитры сделал DimaTorzok